Танкисты Т-2 оставался без гусениц, с другой стороны убрало превосходство советской машины в маневренности в сравнении с другими легкими танками пятого уровня, что положительно сказалось на общем балансе игры. Помня об этом обстоятельстве, подробно рассмотрим, что же изменилось в игре для Т-52. Сначала рассмотрим то, что многим не нравится, хотя имея достаточно опыта, и эти обстоятельства можно использовать в свою пользу. Даже самые маленькие неровности, вроде камней, остатков заборов, развалин зданий, куча мусора, сломанных машин и подобных объектов, которые мы раньше пролетали не замечая, теперь значительно снижают нашу скорость, что само по себе неприятно. К тому же такие неровности часто расположены группами, проезжая по которым можно потерять почти всю свою скорость, что для Т-52 крайне опасно. Типичный пример — железнодорожные пути на Энске и Хайвея. Тот же эффект оказывают на нас водоемы. Причем на каждой переработанной карте таких неровностей и водоемов становится все больше и больше. При наезде на неровность, имеющую вид трамплина, пусть и небольшого, на высокой скорости наш светляк подпрыгивает и пролетает несколько метров над землей, не имея возможности поменять направление и скорость своего движения, что, как мы помним, очень опасно для ЛТ. К тому же, если приземлиться неудачно, боком или на одну гусеницу, то можно повредить гусеницу, либо вообще ее потерять. Чем больше высота и скорость прыжка, тем больше опасность. Такие неровности есть на всех картах, где-то их больше, где-то меньше. Но их все нужно знать и проезжать осторожно, что в конечном счете осложняет нам жизнь, особенно при совершении подсвета. Ведь подсвечивать грамотный Т-52 должен из-за неровностей местности, на которых мы как раз и можем подпрыгнуть. Хотя с фодом физики эта проблема стала общей для всех танков с высокой скоростью, советский разведчик страдает от нее несколько больше за счет относительно малого веса. Сопротивление всех типов грунтов увеличилось, что означает для нас то, что теперь Т-52 несколько хуже разгоняется и поворачивает. Теперь маневрировать при уходе от снарядов противника и закручивать танки врага стало сложнее и опаснее. Благодаря высокой удельной мощности Т-52 разгоняется до 72 по ровной поверхности. Поворот осуществляется торможением одной из гусениц. По этим причинам риск войти в занос на нем очень высок. Т-52 заносит не только при повороте в движении вниз по склону, но и при повороте на большой скорости на ровной местности. Нужно понимать, что занос — вещь очень опасная и пользоваться им стоит очень осторожно. Хороший управляемый занос позволит вырвать в сложных местах или неожиданно сменить траекторию. Однако неправильно выполненный может привести к падению с обрыва или столкновению с препятствием. Теперь сложно подпереть более тяжелое САУ и ПТ-САУ. Они просто отодвигают легкий танк, почти не замечая. Однако преимущество в скорости все же дает возможность оставаться вне зоны обстрела. Зазевавшись или совершив неудачный маневр, можно упасть в пропасть и разбиться, либо утонуть. Так что ездить нужно аккуратнее. Особое внимание нужно уделять в карусели с противником, так как он может запросто вас столкнуть с обрыва. А теперь долгожданные плюсы. Их немного, но они есть. Все танки, включая Т-52 под горку, могут развить скорость больше заявленной для них как максимальная. Даже Т-95 получает до 3 км в час прибавки в скорости при спуске с крутой горки. Так Т-52 может разогнаться и до 95 км в час при должных условиях. Это позволяет быстрее уйти из-под огня. Но другие танки обладают такой же способностью, пусть и в разной степени. Из горы могут быстрее к нам приблизиться и дольше нас преследовать. С вводом физики на картах появилось больше маршрутов, по которым можно пробраться в тыл к противнику и засветить его с неожиданной позиции. Или найти и уничтожить вражескую артиллерию. Стало больше простора для фантазий. Наша скорость и мощность двигателя позволяют забираться на такие кручи, куда большинство других танков забраться не способны в принципе. Так что у Т-52 появилась вторая специальность — скалолаз. С высоты хороший обзор на позиции противника. Вас сложнее убить. Кое-где пушкам просто не хватит вертикальных углов наводки. А вы, наоборот, можете стрелять чуть ли не в крышу врагу. Но самое главное — это эффект неожиданности. Противник просто не ожидает, что так высоко в горы может забраться танк. Кроме того, такие способности Т-52 открывают особые, только ему доступные маршруты передвижения, используя которые можно ещё больше ошеломить противника, оказавшись там, где, по его мнению, никак нельзя проехать. Подводя итог, скажем, что в новых реалиях физики на Т-52 нужно ездить значительно осторожнее, при передвижениях учитывать особенности местности и проявлять больше фантазии. Его боевой потенциал как наглого СТ снизился, зато теперь можно падать на противника в буквальном смысле, как снег на голову. В целом новый Т-52 многое потерял, но и многое приобрёл, став более реалистичным танком, органично вписывающимся во внутриигровой баланс. Нельзя сказать, стал ли танк лучше или хуже. Игра на нём стала другой, как и весь мир танков после ввода физики. Субтитры создавал DimaTorzok